Вот, теперь я вам хочу немножечко рассказать о голодании. Голодать я не ожидал, что столько много людей, желающих поголодать, желающих в голоде познать себя. И как никогда лучше об этом рассказывать, когда ты сам голодаешь. Вот я голодаю трое суток, вот третьи сутки будут, да? Как говорится, по свежим следам. Что вас там ожидает? Ну, первые сутки довольно-таки легко там можно пройти. И я как прошел, это был проход мой на свежем воздухе, дальше там какие-то там дела. И вот здесь важно, чтобы вы внутренне настроились. Как только вы внутренне настроитесь и даете себе команду, что если этот настрой действительно сильный, то он, как бы сказать, в пространствах только раз, делает такой, будем говорить, ну, я бы сказал бы пробой, что вы чувствуете вот чисто интуитивно, что вы сможете голодать там несколько суток. Вот это интересно, такое, понимаете, осознание того, когда вы мощно настроитесь, что даже какая-то радость охватывает вас, вот какая-то помощь чувствуется, и вы что-то, раз, ага, все. И, как бы сказать, дорога открыта, и вы пошли по этой, значит, дороге. Вот такое было. Но уже в первые сутки, под вечер, значит, когда идет перестройка организма, вы чувствуете, что немножечко поднимается температура, организм начинает реагировать. Реагировать, значит, что такое подъем температуры? Это указывает на то, что ваша иммунная система, лимфатическая система заработала. Она заработала, начинает там все эти такие вот... наводить порядок, где там у вас имеются какие-то там отклонения, недомогания, какие-то там шлаки и так далее. Второй день. Второй день, вот я говорю, очень важно, чтобы вы оторвались от кухни, оторвались от еды, оторвались вообще, как бы сказать, от привычной обстановки, и были заняты. Я поехал в Ростов. То есть поездка туда, поездка назад, пребывание в Ростове, прекрасная вещь, которая вас отвлекает от мыслей о еде. Хотя я не находился в торговом центре, этот Мега. Но, тем не менее, мои пошли кушать, а я взял бутылочку с водой и сел в совсем другом месте и там подождал, пока не покушает. Ну, мои уже понимают, что раз папа решил там поголодать, они уже не раз это все видели и понимают. Кстати, когда вы много раз уже голодали, ваш организм натренируется и он довольно-таки быстро входит в голод. Только раз... Ну, вы чувствуете, что если раньше вам требовалось, ну, грубо говоря, чуть ли там не 5 дней, организм все там настраивался, хотелось там есть, еще там что-то там такое, непонятно, то есть было вот это вот пищевое возбуждение, то в дальнейшем все эти фазы быстренько проскакивают. То есть регулярность голоданий позволяет вам быстрее входить в голодание, в сам процесс голодания. Значит, никаких очистительных мероприятий я не делал, потому что я думаю, вот трое суточек поголодаю, и это так как я давно не голодал, для меня это достаточно, хотя можно и дальше голодать, ну, надо начинать с чего-то, понимаете, и не стремиться там к каким-то там рекордам, хотя эта вещь очень интересная. Так вот, я провел, значит, вчерашний день, приехал, и примерно уже в 6 часов, в 6 часов там, я уже лег спать. Лег спать. Спал я не особо хорошо, потому что там плечо у меня ломило, то есть есть свои такие вот нюансики, которые говорят о том, что голод начал соответствующую работу. ну, допустим, вот если вчера это я ощутил под пупком, какое-то у меня такое, знаете, действие пошло, как там что-то такое стоит, вот оно вот обнаружилось, ну, и вот плечи. Спал я довольно-таки хорошо, если не считать вот таких вот болей, которые плечи мешали мне, так сказать, заснуть. Теперь хочу сказать о сне на голоде. Лично у меня, ну, примерно там, где-то через недельку или туда дальше, со сном начинаются проблемы, то есть трудность засыпать. И вот когда начинаются проблемы со сном, лучше всего выходить. Это указывает на то, что вы как-то не готовы, не можете расслабиться, что-то не то идёт, не так, как хотелось бы. И происходит не столько там такая работа хорошая у организма, вот, голода в организме, а какая-то такая непонятная такая работа, или вот-вот. Поэтому лучше выходить. Это что касается сна. Так, насчёт, значит, чувства голода, чувства голода, ну, старайтесь подальше держаться от кухни, подальше держаться от всех этих разговоров, и подальше держаться от своих близких. Эти близкие, родные люди, родители, жёны, мужья, дети, они за вами следят, и одно тут будут вам, это, капать на возни, да уже пора выходить, уже всё, уже то, всё, пятое, десятое, и так далее. Они уже начинают вас, больше всего, нервировать. Поэтому постарайтесь с ними как можно меньше контактировать, они не понимают этот процесс, вот, какие-то тут сожаления высказывают, и только вас сбивают с этого, вплоть до того, что вы сможете с ними порваться. Поэтому, чтобы с ними не ругаться, вы просто-напросто старайтесь уединиться так, вот я, например, у себя на третьем этаже дома, а не там сидят внизу, обедают, пусть обедают. Конечно, конечно, вот, спрашивали о сенсорной чувствительности, сенсорная чувствительность, особенно обонение, на голоде, ну, повышается в разы, вы будете чувствовать то, что вообще не ощущали. Особенно все эти, вот, пищевые запахи. если вы будете в них буквально-таки купаться, это тоже сорвет голод, это тоже на подсознательном уровне сработает так, что вы прекратите голодать, то есть, получится такой у вас сбой, сорветесь. Вот, постарайтесь, чтобы вот этих вот запахов не было, ну, и поменьше родни, друзей, которые не понимают и не поддержат вас в этом деле, а своими сожалениями, оханьями, аханьями только могут сорвать вам процесс. Насчет жидкости. Жидкости мне хочется пить не из-за того, вот, что мне хочется пить, а сохнет во рту, сохнет во рту, потому, что включается верхний путь очищения через легкие носоглудки, гаймору, пазухи и прет вот это вот, все эти шлаки начинает идти вверх. А вот, если вы будете делать клизмы регулярно, и вот то, что у вас здесь имеется, и всасывается в кровь, и потом выбрасывается через легкие носоглудку, и вот так, как сейчас у меня вызывает сухость, то вот этого будет меньше. Поэтому запомните, что когда вы делаете очистительные клизмы, утречкам, вечерком, то потребность в жидкости, в жидкости будет намного меньше, намного меньше будет сохнуть ваши слизистые рта, и вам потребуется меньше воды. Теперь о воде. Очень хорошо почему-то пьется газированная вода. То есть, оказывается, там у нас процессы идут с углекислым газом, и как бы сказать, вот пьем газированную воду на голоде очень-очень хорошо. Лично я вот ее предпочитаю. Это обыкновенная вода, даже талая вода, но так как она уже нагорелась, она просто чистая вода. Так, это что по голоду? Да, значит, на голоде возникает рассеянность. Поэтому постарайтесь меньше там рулить на машине, особенно где-то на третьи, четвертые сутки, потому что рассеянность большая, заторможенность большая. Вот, чтобы не было таких ситуаций, связанных с каким-то, знаете, реагированием, быстрым реагированием, постарайтесь вот как бы сказать себя от этого избавить, чтобы вы тупили нормально и не причиняли никому вреда. Это нормальное состояние, заторможенность, то есть вы расслабляетесь, тело расслабляетесь, расслабляется сознание, это в начале, потом-то оно опять соберется, все будет нормально, но вот этот переход, когда идет, он как раз сопровождается такими вот вещами, расслабляется мышц и сознание, понижается температура тела, одевайтесь потеплее, если вы будете замерзать, то процессы расшлаковки на голоде у вас ну, притормозятся, не скажем, что они вообще станут, но притормозятся, поэтому вы должны быть в комфортных таких условиях, чтобы все это нормально шло. Кстати, спать можно побольше, даже спать, хотя есть такие советы, что желательно там бодрствовать, и я хочу так сказать, нету таких двух одинаковых голоданий, на каждом голодании вам где-то будет хотеться больше бодрствовать, на другом больше спать, вот что вам будет хотеться, то исследуйте, потому что ваше тело, ваше подсознание само подсказывает, как вот это все надо пройти. Как это все значит пройти надо, да? Далее, примерно вот с третьего дня, ну вот у меня я так чувствую, начинается легко, более легче отделяться ваша полевая форма жизни. Что такое полевая форма жизни? Полевая форма жизни это все тонкие ваши тела, которые вы отождествляете сознанием без физического тела. То есть, вот смотрите, что происходит. Оно, вот это вот полевая форма жизни тире сознания, оно сейчас меня обволакивает. Как только я начинаю вставать, оно обычно хорошо крепится, так сказать, в мороженое мое тело и вместе с ним встает. На голоде же вы будете вставать, а это еще не встало. И ваша голова только раз вышла за пределы вашего сознания, за пределы вашего тонкого тела. Это удивительный такой феномен. И все, вы можете упасть просто-напросто в обмарак, то есть начинает крышиться голова и так далее. Это говорит о том, что вот этот феномен проявляется. Но могут возникать боли в сердце, идет настройка, могут ломить в различных суставах, в костях. Это тоже идет настройка организма на голоде. Там идет своеобразная работа. Естественно, сил будет мало. Если вы почитаете мою книгу и кое-что я там написал делать будете, я сейчас не хочу это тут говорить людям неподготовленным, которые только просто халя-ля-ля слушают, то этих всех вещей можно избежать. Сердце будет ритмично биться, сил будет полным-полно, но это надо кое-что делать. Вот я в данный момент это ничего не делаю. Вот и не надо конечно брать каких-то так себе ну как бы сказать рекордов, что вот еще, еще, хотя голодание это знаете как раскрытие самого себя, вот вы один день отголодали, другой день отголодали, а что будет дальше, а что будет еще, а что еще, там допустим 10, 20, 30, 40 суток, а что за этом, ну конечно открываются кое-какие вещи, но это в основном в основном это интересно, но для здоровья, что касается здоровья, здесь важно регулярность и небольшие строки, то есть до недельки это будет вот так работать, недельку если будете раз в три месяца голодать, а в остальное время, ну допустим раз в недельку, сутки или раз в две недели, там допустим тоже полторы сутки, там двое суток, это будет отличная работа, но главное, чтобы она делалась регулярно. вот что касается голодания, я так сказать вот на нем сейчас нахожусь, третьи сутки, время у нас где-то идет на первый час, и думаю еще вот сходить в баню, да, пол пол первого, сходить в баньку, там попариться, прийти и уже начинать выходить, то есть это прекрасная будет работа, главное, что вы ее сделали. И дальше если я, а я думаю перейду на салатик и где-то изменю питание примерно на одну треть, это будет свежий салат с капустой, с морковкой, сдобренный соусом желток и яйца, столовая ложка растительного масла, столовая ложка меда, то есть салат получится очень-очень такой вкусненький и все это тут еще подъезд моей потроха. Вот так я там допустим недельку подержусь, потом еще с питанием подкорректирую и в целом будет это очень-очень все хорошо.